Так, поехали. Значит, вот почти самая сложная задачка, самая сложная, минус 1. Значит, можно я буду опять этими кружочками? Отлично. Мы не знаем ни того, ни другого раствора. Один масс, один x, другой y. Первый у нас 11-процентный, 0,11x, а второй 72-процентный, 0,72y. Наше первое условие. Смешали эти два раствора. Значит, 0,11x плюс 0,72y. И добавив 10 килограмм чистой воды. Если бы их просто смешали, то в знаменатель мы бы написали x плюс y. Но раз добавили чистой воды, вот как раз эти 10 пойдут в знаменатель. Вот это 0,31. 31% раствор. Если бы, второе условие, если бы вместо 10 килограмм воды добавили 10 килограмм 50-процентного раствора, сколько там вот этой кислоты в 50-процентном растворе? 0,5 на 10. То есть просто 5 килограмм. Можно, значит, не считать это отдельно, а можно написать 10. А вот здесь 0,5 на 10 равняется 5. То есть второе условие. Когда мы добавляем не чистую воду, а то же самое 0,11x плюс 0,72y. И вот сюда добавляется 5 килограмм кислоты, а в знаменатель по-прежнему x плюс y плюс 10. То вот это уже сразу возрастает концентрация 0,51. Все. И вопрос. Сколько килограммов 11-процентного раствора? То есть найти нам нужно x. Найти нам нужно x. Будем иметь это в виду. То есть нам y не нужен. Нам достаточно эту систему не до конца решать. Но если мы хотим ее проверить, хорошая идея найти y. Первым делом умножаю и то, и другое уравнение на 100, чтобы избавиться от десятичных дробей. 11x плюс 72y, деленное на x плюс y плюс 10, равняется 31. Здесь 11x плюс 72y, плюс... Вот тут очень важно пятерку умножить на 100. Забыть это, естественно, сразу ошибка. 51. Вот эта система уже попроще. Начинаем умножать на знаменатель. 11x плюс 72y, равняется 31 на x плюс y плюс 10. То же самое во втором, только числитель сложнее. То есть еще один член в числителе, а здесь 51 на x плюс y плюс 10. Раскрываем скобки. 11x плюс 72y, равняется 31x плюс 31y плюс 310. И во втором, 11x плюс 72y плюс 500, равняется 51x плюс 51y плюс 510. Приводим подобные члены, не заботясь о том, получится у нас с минусом коэффициент, с плюсом. Нам все равно. 11x минус 31x. Минус 20x. Минус 20x. 72y минус 31y плюс 41y. Равняется 310. Тут числа больше не было. Здесь тоже я не забочусь, что у меня там с минусом получится. 11x минус 51x минус 40x. Минус 40x. 72 минус 51 плюс 21y. Равняется... А вот здесь 510 минус 500. Равняется 10. Ну, не самое приятное уравнение. Но что? Я помню, что мне нужно найти x. Значит, ну тогда... Ну, давай в лоб, собственно. Я не буду ничего изобретать. Из одного из них я выражу, соответственно, x. Значит, второе делю на минус 40x. Минус 21 сороковая у равняется минус 10 сороковых. Разделился на минус 40. А в первом я ничего не буду делать. Минус 20x плюс 41y. Так, молодец. Равняется 310. Зачем ты делил? Те же надо y выражать от винта. Значит, мне же надо y выражать. Мне нужно x найти. Значит, выражать надо y. Значит, надо на 21 разделить. Минус 40 в 21х. x плюс y равняется 10 в 21х. То есть, мне надо y выразить. Ну, вот y выражаю из второго. Значит, это 10 в 21х плюс 40 в 21х. И мой план такой. Подставить его вот сюда. Ну, конечно, цифры получаются отвратительные совершенно. Ну, что получается. Либо я там налажал по дороге, либо, значит, все. Минус 20x плюс 41. И вместо y 10 в 21х плюс 40 в 21х равняется 310. Но я не хочу, конечно, вот этот знаменатель тащить. Умножим на 21. Минус 20 на 21х плюс 41 на 10 плюс 40х равняется 310 на 21. Умножить не буду, просто раскрою скобки. Минус 20 на 21х плюс 41 на 10 плюс 41 на 40х равняется 310 на 21. Так, значит, что у меня там в х? Х на 40 на 41 минус 20 на 21 равняется 310 на 21 минус 41 на 10. Так, во-первых, можно 0 и к 1 сократить сразу. Вот здесь. Во-вторых, двойку можно вынести. Значит, 2х. Вот эту я двойку вынес. Значит, здесь двойка осталась. Значит, здесь будет минус 21. А здесь будет 2 на 41. Это что такое? 82. 82. А здесь, значит, я больше мне ничего не сделаешь. 31 на 21 минус... Так, это было на 10, да? Тогда минус 41. Ничего не сделаешь. Значит, 2х на 82 минус 21. Это 61. Равняется 31 на 21. Ну, я буду умножать... 31 на 20. Это 600. Значит, и... 31 на 2. Это 62. 620. Плюс 31 на 1. Плюс 31. И минус 41. 2х на 61 равняется... Значит, 31 минус 41. Это минус 10. 620 минус 10. Это 610. Ну, вот, на 61, слава тебе, господи, сокращается. 2х равняется 10. Х равняется 5. Ну, вот это вдохновляет, потому что до сих пор были очень плохие цифры. Значит, ну, вот на реальном экзамене я бы, наверное, проверил. А здесь... Значит, чему у меня игрок получился равным? Значит, вот у меня игрок. Так, а игрок у меня получается... Хрен знает чему равен игрок. Игрок равняется 10 в 21. Плюс х, значит, соответственно, на 5. Это 821. То есть, получается... Так, почему 800? Не-не-не-не-не. Фигню сказал. 5 и 4 это 20. Это 200. Здесь 200. 221. То есть, это 210, 21. Это просто 10 игрок равно 10. Значит, х 5, игрок 10. Ну, вот проверить можно. Жуткие совершенно цифры. Значит, вот это уравнение будет у меня получаться. 11 на 5, значит, 55. плюс 720, зеленое на... Значит, это у меня 5 плюс 10, 15 плюс 10 на 25. Сколько это у меня будет? Значит, 55 на... Плюс 72 на 5 на 2. И здесь 5 на 5. И это... Значит, на одну пятерку сокращаю. Здесь 11 осталось. А здесь 72 на 2. Значит, 11 плюс 144 на 5. 155 на 5. Действительно, действительно 31. Нет, 31. Все правильно. Значит, все. Утверждаем ответ. Х равен 5. Х равен 5. Смотрим на всякий случай. Сколько килограммов 11% раствора? Ответ 5. Все. Записали 5 в бланк. Счастливо. Продолжение следует...